Сегодня, несмотря на не совсем декабрьскую погоду, в центральном отделении Белпочты царит настоящая новогодняя атмосфера. На стеллажах открытки и конверты со сказочными сюжетами. У окна красавица Эль подмигивает посетителям яркими гирляндами. Каждый, кто заходит в отделение, невольно вспоминает, что скоро Новый год. Среди них Светлана Василюк, которая знает, как подарить своим детям настоящую сказку. Каждый год с наступлением предпраздничного декабря женщина спешит на почту для того, чтобы опустить заветный синий ящик, письмо к Деду Морозу. По словам Светланы, когда она становится частью этого волшебного действия, чувствует себя ребенком и вновь начинает верить в чудеса. У детей масса эмоций, когда в двери приходит живой почтальон и доставляет поздравления от Деда Мороза. Красочный конверт, открытка, книжка. Ребенок очень довольный и сохраняется вот тайное, сказочное такое настроение о существовании нашего белорусского Деда Мороза. Вот уже более 10 лет белорусский Дедушка Мороз живет в самой глубине Беловежской пущи. Резиденция имеет свою скарбницу, в которой хранятся письма, подарки, рисунки, отправленные детками не только с Беларуси, но и со всего мира. Кстати, в прошлом году в поместье пришло более 5000 писем, отправленных только из Брестских отделений Белпочты. Россия, Молдова и Литва, Украина и Польша, Германия, Франция и многие другие страны. Каждый год в резиденцию в Беловежской пущи приходят тысячи посланий. Как правило, письмо не остается без ответа, при условии, если верно указать обратный адрес и закинуть конверт в почтовый ящик. Традиционно Рубелпочта помогает передать письмо от ребенка Деда Мороза с его пожеланиями, желаниями даже. Для этого мы установили почтовый ящик, откуда письма попадают прямо к Деду Морозу, почтовое отделение Каменюки в Беловежской Пущи. Также данное письмо можно опустить в любой почтовый ящик по городу или же по республике и письмо обязательно найдет своего адресата. В этом году Деду Морозу написали письма порядка полутора тысяч детей. Кстати, Дедушка Мороз современный, поэтому кроме бумажного послания ему можно отставить электронное, написав его на сайте. Учитывая тот факт, что предновогодняя письменная кампания продлится вплоть до Старого Нового Года, у мальчишек и девчонок есть еще почти месяц для того, чтобы опустить конверт в заветный синий ящик.